привет друзья продолжаем играть в call of duty black ops 3 это мультиплеерная бета сегодня хотел вам показать все режимы которые можно в игре из предлагает игра и соответственно хотел показать вам всех персонажей все классы которые можно выбрать за руина играл вот получается смотрите ruin outrider я уже показывал в предыдущем видео profit battery серов nomad риппер из спектр и один зашифрованный боец всего их 9 для бетки дас доступно всего лишь четыре персонажа покажу вам сразу умение overdrive в предыдущем видео показывал я gravity spikes это когда два у него копья и он их бьет ну или шипа бьет он их в землю и в радиусе вокруг него погибают все все противники теперь давайте посмотрим что собой представляет overdrive также мы глянем какие есть у нас режимы без матч 45 минут прошлое видео было записано по продолжительности практически все время я провел в без матч и давайте посмотрим что такое domination это доминирование в переводе тут двум командам нужно будет захватывать точки и бисе и таким образом набирать очки давайте приступим доминирование 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 Смог, check! Хостелкер пакет, overhead. ДК, Айя. Лоси Charlie. Секури, Bravo. Информ, Сарафан. Секури, А. Мы были доминированы. Пойдем на офисе. А, секурия. Ах, положили Ах, положили Ах, положили Ах, положили Включеный овердрайв, сейчас посмотрим что он собой представляет Сверху Баттеры Продолжение следует... 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 Сарава Киа 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 Кя Киа Киа Парень обошел меня пока я там сидел уже Да, овердрайв это ускорение по сути, но не лучшая способность Солдат Овердрайв это ускорение по сути, но не может быть Солдат Компания по сути Солдат Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И удерживать их для получения очков. Но, к сожалению... Нам не удалось победить наших противников... Получил я сержант второго уровня. Это одиннадцатый левел. И полглушитель для моего автомата. Давайте выберем другого специалиста. Теперь посмотрим, какие у них способности. Вот здесь у нас получается также две способности. У Аутрайдера это женский персонаж. Ну, женского пола персонаж. Давайте выберем первое. И приступим. А матч мы будем играть Demolition. Режим, точнее, мы выберем Demolition. Здесь нужно обезвреживать или наоборот минировать бомбы противника. И таким образом достичь победы в уровне. Давайте приступим. Можно поставить, конечно, глушитель, но таким образом уменьшится повреждение, наносимое оружием. Поэтому делать этого я не буду. Предлагают нам выбрать карту, но уже выбрали. Будем играть в Stronghold, крепость. Режим Demolition, разрушение. Обнаружить врага и уничтожить. Обнаружить врага и уничтожить. Все очень просто. Вмечены две точки на карте. Куда нам нужно двигаться. Куда, что цена? Город. Вмечены две точки. Город. Бомба-маграда. Ну понятно, первая точка уничтожена наша, по всем видимости. Парень в Астрале где-то находился. Там ничего себе у парня прицел. Тут уже используются вовсе какие-то наземные дроны. Прикрывайте меня, я минирую эту бомбу. Моя поднялась. Вывод вовсе. Вывод в академии. Вывод в академии. Вывод в вагонии. Вывод в академии. Неужели я не успел эту точку заменировать? Продолжение следует... Блин, это какие-то пушки, стреляющие насекомыми. А вот я и получу свою способность. Парень тут с ножом, какой-то серийный маньяк. Уже зарезал меня раз пять. Не успел, не успел я бросить гранату. Успокоили меня со снайперской винтовки. Блин, бомба деактивирована. Блин, бомба деактивирована. Блин, бомба деактивирована. Автомат, конечно, у меня на более близкое расстояние. Забываю я, что есть дополнительное оружие. Вот этот гранатный мёд. Не могу понять, куда бежит вся команда. Надо на точку B бежать, что тут непонятного. Минировать её и прикрывать. Все там в расстоянии занимаются не пойми чем. Бомба деактивирована. Бомба деактивирована. Бомба деактивирована. Этот раунд тоже не смогли мы взорвать противника. Очки, получается, опыта 2500. Ну что ж, достаточно интересный тоже режим. Давайте у специалиста выставим вторую способность. Первая, получается, это лук. Называется она с парового воробей. Ну, лук, который со взрывным наконечником. А это vision пульс. Какой-то пульс видения. Давайте поставим. Попробуем посмотреть, что он собой представляет. И выберем новый режим, kill confirmed. По сути, это тот же самый дезмач. Только единственное отличие, что нам придется собирать жетоны солдат. Для того, чтобы подтвердить их убийство. И таким образом набирать очки. Давайте приступим. Вот таким образом убиваем и подбираем оставшиеся жетоны. Играет музыка. Играет музыка. Дарит нам 50 очков за то, что убиваем противника. А затем еще 50, когда подбираем жетоны. Получается, таким образом зарабатываем убийство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подобрал жетон я из врага, получается, и своего противника. Вот он, вижен пулес этот способный. Ну, достаточно прикольно. Быстро, конечно, она израсходовалась. Но становятся видны все враги моментально на карте. Если бы подольше она была, вообще бы цены ей не было. Оно, получается, действует всего несколько секунд, эта способность. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прикольная была ракета Это за убийство Их нужно выбирать справа У нас три варианта И последний там как-то беспилотник Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok К сожалению, 49-75 снова мы проиграли, но было здорово. Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Теперь давайте глянем следующего персонажа, следующего специалиста. Это Profit. У него вот такое оружие, которое стреляет каким-то электрическим разрядом. Давайте выберем его и новый режим. Попробуем, это Hardpoint. Захватывайте и удерживайте Hardpoint. Какую-то тяжелую точку. Хотелось мне еще вчера узнать именно правильно полностью перевод. Сейчас я гляну одну секунду. Может быть. Ну, почему-то нет перевода в гугле. Я посмотрел только, что нет перевода Hardpoint. Но это как тяжелая точка, жесткая точка. В общем, их нужно захватывать и удерживать. Для того, чтобы победить, давайте приступим. Здесь у нас, кстати, показывают нити игроков. Можно кое-какую информацию о них посмотреть, их статистику, уровень и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 он там спалмировался, расстрелял спину победа наконец-то Максимизированные силы означает максимум victorias. Слышал его. Сержант 3 уровня и прокачалось еще оружие получается. Теперь у меня есть какая-то возможность установить какую-то рукоятку. Давайте посмотрим, что она поближе, что она дает. Так, эта рукоятка увеличивает у нас прицельность, что ли. А ну-ка, сейчас, одну секунду. Не могу... А, remove, квадрат, все, убрать ручку, это квадрат. Ну, я так понимаю, что это ручка и они больше становятся при прицельной точностью. Вот видите, quick draw плюс grip, если поставить, то прицельность будет еще выше. Ну, давайте так и сделаем. Поменяю все-таки на пистолет. О, и нож, кстати, можно поставить. Посмотрите. Use one unlock token to unlock combat nut. В общем, используйте одну монету, чтобы открыть боевой нож. Что он собой представляет? Ага, это стелс, то есть, скажем так, невидимое оружие близкого боя, летальное на близком расстоянии. Ну, интересно, это чтобы не руками драться, а именно вблизи ножом будет резать. Раньше было в Call of Duty при нажатии R3 кнопки, зарезали ножом, а сейчас, получается, у нас бьют прикладом. И поэтому два раза приходится в игре ударить прикладом, чтобы победить игрока. Но здесь можно специальное оружие выбрать нож, на него нужно будет переключиться, и им тогда убиваешь с первого раза. Но это будет тяжеловато. Давайте все-таки пистолет. Так, почему этот не могу открыть? Потому что нужен 22 уровень. Здесь есть действительно классное оружие, вот, нравится мне. Давайте все-таки обычный пистолет на него. Опять же, сталкиваемся с той проблемой, что нельзя поставить прицел, нужно что-то убрать из того, что у меня выбрано, для того, чтобы установить очередное улучшение на оружие. Жалко, что так они сделали, но... Что поделаешь? Давайте выберем специалиста снова. Профит будет у нас парень, только мы будем использовать глич, его способность, что она собой представляет. Какой-то флэшбэк, не знаю, возврат куда-то, ну, что именно, что именно они имеют в виду, пока непонятно. Давайте выберем хардпоинт, мы играли, там, по сути, захватывать и удерживать определенную точку, интересный достаточно режим. Давайте выберем захват флага, теперь все мы знаем, что это за режим, давайте посмотрим, как здесь он реализован. Далее. 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 Финиш, это... Обидно очень. Обидно очень. Одявное. Оставил флагеререр из даун. расстреляли меня бегуна по стенам что там блин как он как он успел да вот использовал только что я нельзя сказать что супер какая-то способность забрался что что произошло при использовании только схватил мы ждали ребята здесь 0 0 результат первого раунда а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока я так и не научился Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Как-то неудачно оно законнектило, получается раунд уже закончился. Продолжение следует... 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 UAV inbound Прикольно сделал парень, он спрятался в этом дереве, не знаю конечно как он туда попал, но и у него с глушителем получается оружие Соответственно на карте не показывал где он находится и он положил всех интересно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не понял я только что что произошло, я убил блин троих... Сколько их там в ком... А их стало 6 человек, понятно, я думал мы играем до сих пор 4 на 3 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получен сержант новую 13 уровня и какое-то улучшение для автомата, снова давайте его глянем поближе... Что оно собой представляет... Оно увеличивает повреждения и точность прицеливания... Но давайте поставим вместо рукоятки... Таким образом я решил выставить... Так и не удалось мне воспользоваться способностью данного специалиста... Нужно выбрать другой режим, потому что этот слишком быстро здесь отыгрывается... Режим достаточно интересный... Но хочется посмотреть, что собой представляет еще и способность... Давайте поиграем в аплинг... Здесь нам нужно спутниковый дрон переместить на базу врага для победы... Приступим... Было написано, что всего лишь 1% от игроков играет в этом режиме... Ну и как следствие никого нет в плейлисте... Что у нас тут предлагают... 45 секунд еще выбрать и карту... Предлагают проголосовать... Можно переголосовывать в течение данного времени... Ну классифайт... В общем рандомно можно карту... Вот я выбрал за это... Чтобы выбрала карту рандомно... Матч должен начаться, но... Ожидание 5 или более игроков... К сожалению... Давайте, чтобы не тратить время... Не будем ждать... Потому что, к сожалению, нет игроков в этом плейлисте... Давайте попробуем сейфгард... Вот здесь хотя бы 8% игроков играет... Здесь нужно сопроводить боевого робота на базу врага... Чтобы победить... Интересно... 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 Режим... Давайте посмотрим... Что здесь... Происходит... Как сказать... Otto Stein... Коленик... Застрелил... Этакий... получился и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот оно и это оружие Ну интересно гранатомет Надо было конечно стрелять Просто более точно И думаю бы все получилось А это безумное оружие Я его дрель называю Тяжело что-то сделать Когда это пушка Так здесь перезагрузка робота происходит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да что ж это такое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не вовремя я решил перезарядиться И это стоило мне жизни Субтитры сделал DimaTorzok Блин осталось 13 секунд Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь нам будет тяжелее последний раунд играть. Продолжение следует... Ах ты блин, последнего не смог я, буду мочить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дополнительное время, потому что общий счет матча 1-1 получился. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, не успели мы довести робота за отведенное время Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok как она работает активировал я имена почему-то голову мне попали в итоге слои не успел я до себя до стены долететь хотел убежать данных туда нельзя тычком меня в спину убили а нифига себе там у парня прицел и пушка я боюсь выходить меня заметили броня кстати достаточно прикольная но этот выстрелом голову она не спасает блин снова в спину надо этого парня убить в 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...